Добрый день. С вами очередные 5 минут ликбеза по инфекционным болезням и я, доктор Игорь Марков. К нам пришел вопрос от нашего постоянного подписчика с просьбой рассказать о синдроме хронической усталости. Ну что сказать? Сказать, что я был рад этому вопросу, это ничего не сказать. Я готовился к ответу на этот вопрос последние 20 лет. 20 лет я не оговорился. Сейчас вы поймете почему. Вот папка, которую я собирал с 1997 года. Синдром хронической бактериальной интоксикации. Здесь были собраны все материалы об этом состоянии. Это состояние впервые как диагноз было сформулировано в 1988 году Центром по контролю инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки. Впервые вообще речь пошла о подобном состоянии в 1984 году. Но были описаны подобные проявления еще в 1934 году в Лос-Анджелесе, в 1948 году в Исландии, в 1955 году в Лондоне и в 1956 году во Флориде. Синдром хронической усталости это та усталость, которая не проходит после отдыха. Не проходит. Основными клиническими проявлениями Основными клиническими проявлениями Есть непомерное чувство усталости, слабости, головной боли, головокружения, нарушение формулы сна, бессонница, апатии, депрессии, могут болеть суставы, повышаться температура. И я, встретившись впервые с этим диагнозом в 1997 году, был рад, что я как инфекционист могу, ну, лечить этих пациентов. Надо сказать, что в диагностике инфекционных болезней главное, центральное место занимает эпидемиологический анамнез. Что это такое? Скажем, заходит человек и говорит, доктор, у меня температура 40, я думаю, у меня малярия. Я задаю ему только один вопрос. Скажите, пожалуйста, в последние полгода вы выезжали из Киева или нет? Он говорит, нет. Я говорю, у вас нет малярии. Нет эпидемиологии. Нет эпидемиологии. Нет эпидемиологии. В 99 случаях из 100 нет инфекционного заболевания. Вот здесь меня смутило то, что у многих этих больных, если это можно было рассматривать как инфекцию, отсутствовал эпидемиологический анамнез. А эпидемиологический анамнез, являясь доминантой в диагностике инфекционных болезней, составляет как минимум 50% успешного правильного диагноза. Этому научил меня мой учитель, выдающийся инфекционист второй половины 20 века, профессор Кугрюмов Борис Леонидович. А его, в свою очередь, этому учил выдающийся инфекционист начала и середины 20 века. Инфекционист, академик Георгий Павлович Руднев. Так что я в определенной степени считаю себя продолжателем этих лучших традиций в диагностике инфекционных болезней. И вот впервые, столкнувшись с этим диагнозом, уже раньше, мои интересы выходили за пределы этого диагноза, и я практически с ним не сталкивался. Я обратил внимание на то, что клиническое описание, варианты лечения и, можно сказать, эффективность лечения не всегда соответствовала тому, чего можно было бы ожидать. А считалось, что основной причиной развития синдрома хронической усталости есть инфекции, конкретно вирусы, и конкретно вирусы геропатической группы. На первом месте Эпштейна Барвирус, еще может быть цитомигаловирус, четвертый герпос, цитомигалов пятый герпос, и герпосимплекс первый, второй, последнее время, еще и вирус герпоса шестого типа. Что оказалось, что клиническое описание 20 лет назад и сегодня практически не изменилось. Описание синдрома хронической усталости. Более того, практически в основном не изменилось представление об этиологической стороне этого вопроса. То есть, как считалось, что вызывает вирусы, так в основном считается до сих пор, что основной причиной могут быть вирусы. Еще назывались такие причины, как дисбактериоз кишечника. Влияние, ну да, в данном случае, грибы, которые живут в кишечнике, выделяют нейротоксины. Ну, такого мне ни разу не удалось наблюдать, тем более доказать. Переутомление, связанное с работой, условия внешней среды, которые неблагоприятно могли влиять. Ну, то есть, масса причин. И у меня сложилось впечатление, поанализировав стразовую папку, которой я уже лет 10 не обращался, и сегодняшние данные, что в представлении научной медицины, научной общественности, медицины, ничего не произошло, изменения во взгляде на эту проблему, ничего особенного не произошло. 5 минут истекли, и мы продолжим в следующий раз. До свидания. Будьте здоровы, не болейте, а заболевы лечитесь правильно и выздоравливайте. До встречи.